В Чадрылунге прошел первый отборочный этап конкурса «Золотая бочка». В нем приняли участие виноделы из трех районов Гагаузии и соседней Тараклии. Есть тут люди разных поколений. Есть виноделы и женщины. Есть и молодые люди, есть и люди с опытом. Те, которые занимаются виноделом уже не один год, а всю жизнь. Есть и ребята, которые участвуют впервые. С Нижней Албаты, с Твардицы участвуют впервые. Погодные условия на юге виноделов не балуют, но именно здесь производят самые вкусные красные вина. Дегустационная комиссия выявила лучшие образцы белых и красных сортов домашнего вина в восьми номинациях для участия в республиканском конкурсе «Золотая бочка-2013». «Мы сейчас завершили белые. По этой номинации мы сейчас будем отбирать лучшие образцы, чтобы отметить их достоинства, и подберем образцы, которые можно будет представлять уже на следующей стадии дегустации в Кишиневе на эту «Золотую бочку». Вот так мы пройдем по всем номинациям». На дегустацию представили свои образцы 29 руководителей индивидуальных винодельских предприятий и крестьянских хозяйств, а также виноделы-любители. «Встречи, общение, обмен мнениями, обмен успехами и неудачами. И это видеть, что сегодня доступно рядовому, скажем, фермеру на уровне дома при подготовке материала для будущего конкурса, что используется из передового, поэтому это очень полезно». Всего было продегустировано 47 образцов вина домашнего производства. Среди них продукты и известных чадрунгских виноделов. «Я участник с 2000 года, то есть с первого конкурса «Золотая бочка». И я смотрю, как из года в год, что качество вина, которое делает домашнее вино, значит, оно растет по качеству. И самое большее в первом году было не так много участников в 2000 году, а сейчас очень много, особенно по Гагаузии». Победители первого и второго этапа получат право участия на фестивале вина в Кишиневе, который проводится в первое воскресенье октября, а также в Камрате в начале ноября на праздник Касым. Все участники будут награждены грамотами и призами. Хозяин самого оригинального вина получит от руководства страны «Золотую бочку».